приветствую друзья вот не спрашивали там про стенокардию когда сердце схватит что делать и как и почему это возникает вы пожалуйста посмотрите мои сайты стресс . су и сайт хаса и ру там есть новая модель работы мозга и по существу это новая теория стресса с использованием энергии напряжения для решения ранее нерешаемых волнующих вопросов это вам будет очень полезно теперь возвращаемся к стенокардии от чего это возникает вот по моей теории стресса и по многим-многим различным интернетовским сайтам это стенокардия это по существу спазм мышц откуда возникает этот спазм вот по китайскому представлению например есть отводящие пути это канал и вот когда там начинается напряжение потому что стресс это напряжение то больных органах мишенях вот это вот спазм больных органах мишенях этот спазм суда отдает отводится поэтому синдром стенокардические воспринимается как какое-то застывание в боли вот боль за грудиной боль в руке в лопатке но теперь что надо делать чтобы была профилактика стресса профилактика стенокардии больных органах стенокардия здесь это может быть еще и спазм кишечника это может быть спазм в области щитовиде может быть спазм в разных областях а чего это происходит без напряжения не включается ресурс в обычном нормальном состоянии гомеостаза выработан миллионами лет эволюции и вот тут когда есть органы мишени которые более податливы вот этим напряжением в первую очередь на них происходит отражение этого стресса в виде этих спазмов то получается что ну во первых что на боль отдает под лопатку это отводящие пути это каналы иглотерапевтические например можете посмотреть в атласе как идут каналы да это не анатомические образования это переплетение мышечных волокон нервных волокон но просто там по пути этому наименьшее сопротивление это для того чтобы была разгрузка вот этот спазм разгружается через эту отдачу феномен отдачи как при иглоукавлению например когда попадаешь точку идет ламота распирания ток отдачи феномен отдачи течи а это здесь происходит таком виде стенокардия значит в этой области пороги возбудимости были готовы к тому что нервное напряжение вызвало спазм уж чтобы этих спазмов не было а когда спазм возникает то человек невольно уходит в оцепенение в позу эмбриона почему потому что в позе эмбриона он наиболее защищен поза эмбриона поэтому вы можете оцепенеть сверните с калачиком побудьте так немножко в этом состоянии это антистрессовый прием по ключу побудьте в этом состоянии в позе калачика немножко побудьте там ну мы обычно когда лежим например постели иногда вот так вот скручиваемся позе калачика нам так комфортно то друзья смотрите нас на бесплатных ликбезах у нас записи есть на последней странице ютуба у меня потом у меня в этом инстаграме сейчас я буду вот такие выдавать как сейчас вот рассказываю различные приемы для того чтобы делать профилактику инфарктных состояний я очень много людей как врач после инфарктов выводил в реабилитационное состояние чтобы они быстрее восстанавливались и самое главное конечно чтобы их не было чтобы их не было вот смотрите эти сайты подписывайтесь на мои каналы очень многое узнаете от чего инфаркт бывает стрессовое напряжение вообще это нужно для перебора решений без перебора решения мы не можем найти ответы на волнующие нас вопросы это ресурсное состояние но она в данном случае вышла за грани гомеостаза поэтому инфаркт поэтому спазма сосудов мозга нарушается гемодинамика нарушается кровоснабжение поэтому я вам и советую все время когда у вас возникает стрессовое состояние разминайте пальчики вот так сжимайте их ноготочки ваши сжимайте с двух сторон и вот так делайте ноготочкам там где анализы берут потому что когда вы делаете так сразу вот этот у вас стресс а вы его отводите таким образом создаете наряду с той доминанты которая у вас от стресс образовала что вас скручивая что больно вы его так делаете вы создаете вторую параллельную доминанту энергия этого напряжения расходится уже и туда и здесь этот спазм уменьшается и вы начинаете чувствовать прояснение лучше но посмотрите мои сайты стрессу и хасайру и так друзья до встречи будьте здоровы